всем огромный при огромный привет я рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня слышать ребят поговорим мы с вами о канале ольга уралочка лайф ну чё видеоролик вышел позже совсем не по расписанию как раньше в 11 утра по москве в общем как снимают так и выкладывают чистят рыбу и в название обрабатывать собираются 40 килограмм мяса ну ладно там по делу посмотрим уже по ходу действий а не по делу значит уралочка чистит на столе рыбу ужас я в шоке на столе чистить рыбу это что-то да и вообще я не знаю что за мужик такой у неё шу за муж который позволяет женщине чистить рыбу особенно крупную я лично могу почистить какую-то там мелкую рыбешку если им допустим муж чем-то занят другим но крупная рыба я никогда не занимаюсь у меня и муж чистит ее и нарезает ее в общем не занимаюсь я рыбой а здесь стоит скребет эту рыбу шелуха лететь по всей кухне как так можно на стол грязные пакеты на стол рыбу ну ладно ты ее туда ляпнула эту рыбу но чистить на столе слушайте неужели ради съемок решили пляснуть на стол и почистить дальше она ее просушивает говорит старенькое полотенце вот якобы закрутила протерла открывает ее внутри говорит здесь конечно еще вымывать будем думаю что ты будешь вымывать если ты ее просушиваешь что ты там уже будешь вымывать понятное дело что ничего она там не собиралась вымывать а уже нарезать и пять килограмм рыбы уралочка решила засолить потому что говорит стейки никто не ест кроме нее уху тоже никто не ест поэтому только засолить сафарик любит соленую рыбку красную кошмар ребят и стоит режет ее сама разделывает а мужик да стоит с камерой я говорю что у него за работа тяжелее камеры походу ничего в руках не держал за последние годы в общем рыбу разделала считай сама где-то сафар там разрезал ее просто а дальше урал очкам засолила она ее говорит будем замораживать и по кусочку доставать и есть конечно же шикарная пища работают только на унитаз да а на себя она наплевала главное еще ребят вдобавок 40 килограмм мяса купила представляете вот правильно вы хомяки донате скидывайте деньги а урал очка будет покупать по 40 килограмм мяса я не думаю что кто-то из хомяков может позволить себе столько говядины без костной купить прошу заметить ну и рассказала значит что обдугани там в кинозале кинозал это якобы комната включили ему кинг-конга кинг-конг что ли там получается платный и сафарик был против тратить деньги а урал очка забыла ну и в общем ребенок у них смотрел кинг-конга и тут уже после того как разделали рыбу мясо надо чтобы оттаяло решили тоже присоединиться к кинозалу да и посмотреть кино вернее к обдугани а не кинозалу ну и дальше уже у них другой день получается ковыряются в этом мясе что-то размер злась целый тазик на складывали и урал очка говорит раньше покупали одну коробку получается 20 килограмм говорит пару лет тому назад а сейчас горит красота сейчас все разберем на балкон выбросим да и милое дело что-то на фарш что-то так просто поесть да ребят не каждый может себе позволить столько мяса сколько купила урал очка кстати вы знаете пока никакой ссылки на эльвиру нету но я позже гляну возможно это тоже реклама и ссылочка будет в описании кто захочет купить мясо вот про обращайтесь к такой-то такой-то возможно еще сафарик не доработал так как видео вышло вот-вот и я сразу его села смотреть поэтому вы знаете я как-то еще призадумалась ну купили бы они 40 килограмм мяса если ну можно купить одну коробку потом можно еще одно заказать нафига может это такая ставка урал очки было две коробки мясо да а я рекламу нет но ребят я не уверена сразу говорю я не уверена потому что вот сейчас я смотрю видеоролик и я пока не вижу никакой там ссылки на рекламу хотя ну не знаю не знаю посмотрим позже бывает такое что ссылочку выставляют позже и даже карту выставляет позже но карты как-то не видно и это уже радует но кто им скидывать будет если они выложат карту красную рыбу покупают коробками мясо и вот скажите ребят хоть бы благодарила своих зрителей за просмотр и хоть бы в комментариях отвечала столько бабла получает именно от зрителей вот за какой бы фиг она покупала бы вот за чтобы она покупала бы если бы не имела дохода от ютуба понятное дело что получает хорошие деньги а за что деньги получает за просмотры и такая деловая слушайте в коментах никому не ответит избирательно один ответ напишет лайк поставить и то ребят это не всегда зато шляется по другим каналам и выкрикивает там что юля стар это трэш да уралочка трэш это у нас ты потому что ну сравнивать себя с июлей стар это просто капец и опять уралка стоит и ковыряется с этим мясом сама когда это мужская работа нет он поставил ее пусть стоит там топчет этот скрипучий пол чтобы развалился сам бы занимался мужик ты или не мужик или тебе все уралку надо снимать или шоу тебя там на лице не только одна царапина что ты боишься показаться на камеру ужас какой-то я не знаю стоит эту камеру только держит оператор ну вот и прикиньте да весь стол завален мясом это на троих человек я не могу понять зачем столько мяса ну вот зачем скажите они его разморозили сейчас опять заморозят а что не судьба купить хотя бы десять килограмм если уж и так такие обжоры 40 килограмм мяса ребят бедный унитаз бедный уральский унитаз я вообще не знаю какой он там у них да но я в шоке я просто в шоке хомяки донатьте больше денег она в следующий раз купит 80 килограмм мяса да и по пять килограмм в день будет закидывать в себя только не пишите мне что я завидую я еще не одурела чтобы покупать 40 килограмм мяса я каждый день могу пойти в магазин и купить столько сколько мне надо нынче это не дефицит и по дешевке я не скупаю дальше поблагодарила за поздравление с новым годом за пожелание побыстрее выздороветь и говорит поздравление с новым годом оно еще будет да я помню прошлогодние до поздравления прекрасно помню и в ушах до сих пор вот этот вот крик с новым годом как визжала пьяная уралочка да это конечно же жесть я все забываю ссылочку периодически бросать в сообщество чтобы люди помнили своих героев хотя вы знаете комикам по моему это уже никак не относится да потому что ну они как слепые как зомбированные им до лампочки им абсолютно до лампочки ну видимо такие же голодные как уралка такие же скудные умом как она да так же как одна ничего не видели да в мире что уралка когда заходит в торговый центр или в магазин или вообще в какие-то торговые ряды даже на ярмарку охает и ахает как будто слушайте из пещеры вылезла никогда в жизни ничего не видела вот точно такие у нее и хомяки что здесь ребят удивляться и гляньте ребят сколько у нее счастье завалила весь стол мясом накрутила фарша и такая счастливая что желудок будет всегда полным да переживать не о чем теперь жрачка всегда есть так что сафарика уже можно отпускать в таджикистан ну на полгода точно хотя нет я сомневаюсь что уралочки хватит этого мяса на пол года ребят пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю каждый вправе думать по-своему потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному и это нормально жду ваших комментариев жду вашего мнения прекрасного всем настроения позитивных эмоций мирного неба над головой любви добра понимания и конечно же здоровья берегите себя берегите своих близких ну а я вас обнимаю всем пока пока а